Как часто можно услышать, на Черном море нет таких волн, которые бы подошли для серфинга. Вы просто не знаете, где их искать, отвечают сочинцы Михаил Демешкевич и Давид Джалагония. Они стали героями одного из эпизодов проекта «Серф ин Сайберия». Это серия короткометражек о серфинге в России и местах, где им можно заниматься. Декорациями к съемкам третьей части стало Черное море и Сочи. Авторы фильма «Москвичи» режиссер Константин Кокарев и оператор Елисей Гладников короткометражки о серфинге снимают по всей стране. Цель проекта «Серф ин Сайберия» – рассказать, чтобы кататься на серфе, не нужно ехать на побережье океана. Резать волны можно и в России. Этот проект рассказывает о людях, которые занимаются этим делом, и эмоциях, все, что переживают эти люди. Этот фильм нужно посмотреть всем, я думаю, кто немножечко патриот или просто ради того, чтобы увидеть, что в России тоже есть волны. 15-минутный эпизод о серфинге в Сочи снимали долго. Материал готовили около года. Ловили волны в разных частях курорта. Доказывали, Сочи для серфинга подходит не хуже зарубежья. Доказывали на примере сочинцев. Михаил Демишкевич и Давид Джалагония в серфинг пришли из сноуборда. И вот уже пять лет живут от прогноза к прогнозу. Сегодня не мыслят себя без доски и хорошей волны. Море, как и горы, дает чувство полета и свободы, говорят райдеры. Эти эмоции не заменить ничем. Благодаря Олимпиаде все уже знают про то, что наш город уникальный. Но еще раз повторю, что уникальность нашего города в первую очередь в том, что высокие горы, заснеженные, находятся рядом с морем, где можно покататься на серфинге. И также сесть на машину, подняться в горы и покататься на сноуборде. В Сочи авторы проекта «Серфин Сайберия» сняли третий эпизод фильма о серфинге в России. До этого уже работали на Камчатке. Впереди Белое море, Калининград, Байкал. И еще много мест в России, где можно парить на доске на гребне волны. Все короткометражки будут доступны в интернете. А эпизод с участием сочинских серферов покажет канал ФКТ. Эфир в этот четверг в 19 часов.